Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтения Слова Божия. Продолжаем с вами исследование книги Иова на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим 26 главу. И отвечал Иов и сказал, как ты помог бессильному, поддержал мышцу немощного? Какой совет подал ты немудрому и как во всей полноте объяснил дело? Видим, что Иов отвечает Вилдаду и говорит о том, как бы с некой иронией, как ты помог бессильному и как поддержал мышцу, о том, что ты повторил, что я, в общем-то, знаю, что Бог везде сущ, всемогущий, всезнающий. Это снова такой призыв Иова к тому, что, в общем-то, человек, который попал в беду, он нуждается больше не в том, чтобы высматривали царинку в глазе его, а в брюну своем не видели, а действительно нуждается в утешении. В то время слова Вилдада о божественном устройстве мира дают Иову повод выразить свое понимание и восхищение тем, как провиденциально Бог управляет действительно мирозданием. В самом деле можно говорить в защиту Бога, но и не выдвигать обвинений было против Иова. Здесь вот святитель Григорий Двоеслов, цитата, пишет, «Неуместную мудрость показывают те люди, которые пытаются казаться мудрее других». Да. «Оттого большей частью и случается, что неумеющие быть мирномудрыми говорят глупости». Конец цитата. Мы помним, что в Евангелии есть такие слова в Священном Писании Нового Завета и в Евангелии, так, если я помню, что, по-моему, это, да, сам Господь Иисус Христос так и говорит, «Горе тебе человек, который мудр в своих глазах», да, возвышающий себя, да, унизится, а унижающий себя до возвысится. Поэтому, так и говорит, сидит Григорий Двоеслов, «Неуместную мудрость показывают те люди, которые пытаются казаться мудрее других». Оттого, говорит, они говорят часто глупости. Как это происходит здесь и с Вилдадом, старающимся обвинить Иова в том, в чем он не виноват, как говорят, без вины виноватый. Вот что он хочет сделать Иову. Далее мы видим 5-6-й, 4-й, 5-й, 6-й стих. «Кому ты говорил эти слова, и чей дух исходил из тебя». Вот это очень важное такое замечание. Кому ты говорил эти слова первое, Иов говорит, «Во мне этого нет». И чей дух, чьим духом ты говорил. Вот хорошие такие слова, как сказано у апостола Павла, «Испытывайте духов, от Бога ли они». То есть апостол Павел говорит, «Не всякому духу верьте, испытывайте духов, от Бога ли они». Поэтому можно часто слышать сегодня в современном мире о всякой духовности. Например, там, едешь, там, видишь, там, духи, воины духа, такие вот всякие там цитаты и всякие афиши. Всегда хочется спросить, а какого духа эти воины? Потому что дух бывает разный. Не все, что с неба, то от Бога. Это надо помнить. Так и Иов говорит, каким духом ты сейчас говорил. Далее 5-й стих. «Рифаимы трепещут под водами, и живущая в них преисподня обнажена перед ним, и нет покрывала Авадону. Он распростер север над пустотою, повесил землю ни на чем. Он заключает воды в облаках своих, и облако не расседается под ним. Он поставил престол свой, распростер над ним облако свое, черту провел над поверхностью воды, до границ света со тьмою. Столпы небес дрожат и ужасаются от грозы его. Силой своей волнует море, и разуму своим сражает его дерзость. От духа его великолепие неба, рука его образовала быстрого скорпиона. Вот это части путей его, и как мало мы слышали о нем. А гром могущества его, кто может уразуметь? Так Иов говорит о том, что, в общем-то, Вилдат, ты для меня ничего нового не открыл. Я знаю о том, что Бог, он вездесущ, и всемогущий, и все им сотворено. И вот интересное здесь есть в 7 стихе слова, 26-7, повесил землю ни на чем. То есть мы видим, что эта книга, на самом деле, писалась за 1185 лет. То есть тогда уже понимание того, что земля держится не плоско, и на ней держится на трех китах, и на черепахе, а что она подвешена ни на чем, то есть в невесомости, это понимание было с самого начала. Как мы открываем книгу Священного Писания, сотворение мира, мы видели, там есть это слово, рака, что с еврита означает, как пространство, или с теоремма, с греческого тоже, так, космос, огромный космос, в котором Бог подвесил все небесные светила, Землю и Солнце, и прочие-прочие планеты. Поэтому никогда не было у церкви, и никогда и у Израиля Ветхого Завета, такого представления, которого часто приписывают люди, протеющиеся в церкви, что якобы вот, мы там думали, что Земля держится плоской, на черепахе, а Гагарин вот в космос полетел, и увидел, что она круглая. Ну, я бы скажу, что это не так, об этом мы знали еще намного раньше, за, да, сколько там, 1800 и плюс от створения мира, да, за 7000 лет более. Поэтому, так пишет Иов, так и говорит, рифаимы трепещут под водами, и живущие в них, рифаимы в другом переводе, в греческом звучит, как огромные чудовища, те, которые, то есть огромные животные, большого размера, те, которые живут в море, о которых мы еще не знаем. Ну, не только для Иова тогда не было неизвестно, какие животные живут в море. Сейчас, когда люди претендуют о том, что есть некое научное мировоззрение, на самом деле, и до сегодняшнего дня мировой океан изучен всего на 4%. Это очень мало, чтобы иметь научное мировоззрение о всех живущих тварях, сотворенных Богом в океане и в морях. Поэтому рифаимы, да, трепещущие под водами, как я уже сказал в греческом тексте, прочтем так, получат ли помощь природа гиганты под водой и вблизи вод. То есть рифаимы приводятся как гиганты. Что это в себе заключает? Здесь некоторые отцы церкви, это галлическая школа, видят такую аллегорию и о Господе Иисусе Христе и воскресении из мертвых. Что это в себе заключает? Восстанут ли мертвые, которые суть под водами земли? Родовспоможение здесь истолковывается как воскрешение из мертвых по сходу с работой повивальных жен. Смысл здесь следующий. Повивальное искусство позволяет излечь младенца из ее матери. А если так, то возможно ли призвать и мертвых из преисподней, открываемой властью одного Господа. Да, преисподняя обнажена перед ним, как говорит Иов. Иов говорит, что невозможно удержать среди мертвых тех, кого Бог захотел бы воскресить. Лишь по одной его воле земля выдаст поглощенных ею. И нет покрывала Авадону, и какой бы непрорицариваемой мглой не покрывалась преисподней, и она всегда и никак не вмещает, не меньше в мире, пребывает открытой и прозрачной для очей всемогущего Бога. Конец цитаты. Что здесь хотят сказать отца Александрийской школы? Что от Бога ничего не сокрыто. И я думаю, что здесь есть ответ многим людям, которые говорят, а вот человек утонул, там, да, и неизвестно, где он, как его Богосподь извлечет там из такой глубины. Другие говорят, я слышал когда-то вот в одной студенческой аудитории, у меня был такой вопрос, что, знаете, а вот мы знаем, что история из истории церкви, что многие мученики были съедены зверями. Съедены зверями, и как же вот их кости, их были там, ну, то есть раздроблены, и как же Господь восстановит их тело. Надо сказать, что для Бога нет ничего невозможного. Бог может все. Если Он сотворил и человека, если Он сотворил весь этот мир, и микро, и макрокосмос, для Него действительно, как для Бога всемогущего, нет ничего невозможного. Того, кто сотворил, нет ничего возможного, чтобы это восстановить. Поэтому это обычный закон. То есть того, кто знает конструкцию сотворения, чтобы восстановить разрушенную конструкцию, не составит труда, потому что Он был, и Он являлся автором этой конструкции. Так и для Бога. Да, вот действительно, то, что я уже смотрел, повесил землю ни на чем, как было и сказано. Ну, еще тут есть интересное такое истолкование тех же александрийских отцов. Они пишут так, вот, например, Климент Александрийский, значение столпов и что значит столпами подпирает вселенную. Под столпами, цитата, мы понимаем постоянство, которое всегда свойственно только природе ангелов. То есть мы знаем, что весь мир держится, конечно, Богом, но у Бога есть служебные духи, начало, силы. Поэтому под постоянство под столпами видят постоянство ангелов, поскольку они не только постоянно пребывают в святости, но освящены славой вечного блаженства. Действительно, мы знаем, что ангелы теперь, после того, как дьявол отпал от Бога, Деница Зари, с ним соблазнились одна треть ангелов. И они уже не могут покаяться. А те ангелы, которые остались с Богом, у них особая природа, они так теперь уже и пребывают с Богом. Это как раз те ангелы-хранители, и те ангелы-служебные духи, силы начала, которые, в общем-то, находятся в услужении Богу. Они уже отпасть от Бога не могут. Поэтому здесь с Александрийской школы говорят, что вот эти вот столбы, столпы, да, они с собой символизируют постоянство. Далее продолжает. О грядущей неизменности людей говорит Сын Божий. Откровение, книга Апокалипсис 3, 12. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего». Но и сама церковь, в которой есть собрание всех святых, за вечное постоянство в Господе именуется столб и утверждение истины. Помню, апостол Павел пишет послание к Тимофею и говорит, чтобы ты знал, как поступать в Доме Божьем, которая есть, столб, церковь Бога живого, которая есть столб и утверждение истины. Итак, силой своей волнует море. В начале бытия мы читаем об этом, действительно, что Господь собрал все воды в моря и разумом своим сражает его дерзость. Нет полной уверенности, что этот гордый, являясь дьяволом, который действительно первым был сброшен Богом с высокого благословенного седалища на небесах и о котором говорит пророк. Ты не изложил гордеца, как пораженного. Продолжать дальше. В духовном смысле мы понимаем эти моря как народ иудеев и народ язычников. В самом деле, с моря, то есть народа иудеев, началась Евангелие Христа, потому что закон Христов вышел от иудеев и достиг моря язычников. Конец стат. То есть мы видим, что здесь Христа Александрийский говорит и о церкви, и о постоянстве вида алгорический смысл в этих текстах. В общем-то, достаточно, да, такой нельзя сказать, что он какой-то слишком бывает, ну, какая-то аллегория, что иногда думаешь, ну, да, конечно, допустимое, но действительно говорит о постоянстве ангелов, о том, что Бог держит все своей рукой, своим, управляет этим миром посредством служебных духов, миром физическим и миром духовным. Далее говорит о церкви, как о столпе утверждений истины, и видя здесь аллегорию о том, что действительно Евангелие вышло от иудеев, как и Христос говорил, я пришел прежде к погибающим дома Израилева, но своего не приняли, как сказано, да, и не узнали его, пришел к своим, своего не приняли, и поэтому, как он дальше здесь говорит, от иудеев достигло море язычников, как и Христос сам заповедал, идите научите все народа, народы даже до края земли, что и делали такие выдающиеся миссионеры, как святитель Николай Японский, проститель Японии, святитель Иннокентий, да, за свое служение, это вот в Японии было крещено 33 тысячи 17 человек, там поставлен епископ, архиепископ, 149, здесь память не изменяет, да, священнослужителей, дьяконов, более 160 миссионеров, проповедников, вот это плоды из сотни храмов, в центре Токио, собор, да, православный, и так, книга Иова 26.13, как мы прочитали, эти слова образовал быстрого скорпиона, вот это, да, интересно, Ефрем Сирин говорит, что эти слова, этим словом скорпиона, кто такой скорпион, здесь, как бы, Иов указывает на сатану, потому что скорпион, он, мы знаем, у него есть такая особенность природная, что если он не ужаливает человека, то он, когда он промахивается этим хвостом, он убивает сам себя, вот поэтому дьявол, который старается уколоть другого, да, он, как бы, убивает сам себя, и уже в своей гордости пришел к этому состоянию, смотрите, как пишет преподобный Ефрем, цитата, эти слова красноречиво обозначают узнаваемого скорпиона, который должен быть уничтожен Христовой смертью, он называет сатану быстро убегающим скорпионом, чтобы указать на его бескство из сообщества небесных сил, а также потому, что он надеялся избежать наказания за свое преступление, конец цитаты, надеялся избежать наказания за свое преступление, это ответ всем, особенно фантазирующим, которые говорят, что спасутся все, так надо, да, и даже дьявол, Ефрем Сирин говорит, нет, он думал избежать наказания, но он его не избежит за свое преступление, И вот это части путей его, как мы прочитали, как мало мы слышали о нем, огром могущество его, кто сможет разуметь. То есть Иов здесь во всей 26 главе, отвечая Вилдаду, говорит о том, что, как он начинает, чем ты меня хотел утешить, что ты мне хотел открыть. В общем-то, я ждал от тебя, он говорит, утешения, а вы занялись проповедью о том, что Бог всемогущий, всезнающий, всеведущий. Я это знаю, но от вас, как он говорит, я искал поддержки и сострадания. Так и сказано, как начинается эта глава, как ты помог бессильному, поддержал мышцу немощного. Это вопрос, на самом деле, ко всем нам. Как мы поддержали бессильного и как действительно помогли немощному.